Что было дальше? И комик, и корабль послушно пошли в одном направлении Какие эмоции испытали вы, когда посмотрели эти кадры? Это что, месячные? спрашивает Нурлан? Это что, смешно? спрашиваю я Мне лично кажется, что нет, что это стыдно и неуместно За тех, кто заржал в зале, стыднее всего Я, конечно, всегда говорил, шутить можно обо всем Главное, шутить хорошо С последним у Нурлана не получилось По поводу первого, границ шутки Я решил посоветоваться с Таиром Мамедовым Стендапером, бывшим резидентом Comedy Club Сейчас живущим в Лос-Анджелесе Мне кажется, в ситуации войны Можно шутить обо всем Но, наверное, в ситуации войны Странно игнорировать эту тему То есть я не говорю, что там про нее надо прямо шутить Или смеяться над войной Но, мне кажется, игнорировать эту тему Как минимум странно То есть не замечать То, что сейчас происходит в мире А тем более, если человек выступает на русском языке И в зале явно сидят и россияне, и украинцы Наверное, странно не замечать И есть прекрасные примеры С момента начала войны Я сам в онлайне видел несколько стендапов Не только знаменитый стендап «Бомби-убежище» Но и в России я знаю несколько стендапов Я наблюдал в онлайне И комики там как-то умудрялись Ну, даже, можно сказать, немножко там даже шутить Но, по крайней мере, не игнорировать этот вопрос И у тебя создавалось ощущение Что находишься в каком-то реальном мире Вот представься реальный человек Он реальные темы шутит А не такое ощущение Что у тебя какая-то вот запись тебе достали Там из-за, не знаю, 2018-го Там, не знаю, или какого-нибудь 2004-го Где мы живем в том самом вот мире до войны В котором мы уже не живем И никогда не будем жить больше Поэтому, мне кажется, что игнорировать Это нельзя не только в юморе В любом виде творчества Игнорирование реальности Никому не делает лучше Ни творцу, ни зрителю Девушку в кровавом платье Выбежавшую на сцену Зовут Юлия Косевчук Она украинская художница Юлия кричала Silence is crime Молчание это преступление Молчание это преступление Говорят Нурлану На каждом его американском концерте Продолжайте поддерживать Молодцы, так держать Позор! 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 в Украине! Они их насилуют! Надо же, Нурлан так смело травил в эфире соратниками по что было дальше гостей. Ведь это так смело. Впятером высмеивать с разной долей профессионализма Настю Ивлееву и солиста группы «Чай вдвоем». А вот сказать два слова, два всего. Война и Украина Нурлану уже оказалась не под силу. Силы эти, видимо, закончились где-то между шуткой про месячное и требованием проверять телефоны зрителей на входе. Если в соцсетях найдутся антивоенные посты, то их не пускать в зал. Как случилось на вчерашнем концерте в Майами? Вот сообщение девушки, которая там была. Я понимаю все эти риски, но пока, во-первых, не было такого прецедента ни в какой сфере шоу-бизнеса. Пока никакому певцу, который уже немало высказался, ребят, никакому рэперу и тем более комику, пока ничего конкретного не предъявили. Да, риски есть, но мне кажется, что мы, когда это говорим, все вот мы должны трезво оценивать, какие это риски. Для меня кажется, что самый главный риск – это возможность потерять заработок. То есть никто, мне кажется, серьезно не должен воспринимать, на данном моменте, по крайней мере, какое-то там заключение тюремное, какое-то уголовное дело, не знаю, ну максимум депортацию, если это не гражданин России, ну как мы говорим, штраф, ну возможность каких-то там лишения каких-то контрактов и заработков. То есть, когда мы говорим про риск, мне кажется, трезво оценивать, что это не самый страшный риск, на который люди могут идти в условиях войны. Поэтому какой-то риск наверняка есть, какой мы пока не знаем. Я уверен, сейчас в России очень просто отделить человека совестью от человека без нее. Это публичная позиция, сказанная вслух слово о недопустимости войны. Это самое слово говорят артисты, писатели, журналисты, телеведущие, но не комики. Комики молчат. Есть, конечно, парочка уехавших, тот же Александр Долгополов, например, который даже пошел работать на YouTube-канал соратников Алексея Навального, популярная политика. Но таких единицы. Привет всем. Спасибо большое, что позвали меня в эфир. Круто. Я ваш большой фанат обоих. Можно оставаться артистом и зарабатывать деньги своим творчеством. Поэтому говорить, что они какие-то заложники все вот этого «Газпром-медиа» тоже не совсем правильно. Ну а какая причина меня двигает? Я думаю, мы все догадываемся. Я сомневаюсь, что среди них большое количество действительно идейных людей, которые действительно поддерживают войну и действия российской власти. Поэтому очевидно, что для большинства из них основной мотив – это какой-то вот страх. Страх чего-то потерять. Ну а чего там? Ну, наверное, опять-таки, я предполагаю, что это все-таки связано с финансовыми какими-то потерями, а не с какими-то физическими угрозами или социальными или чем-то еще. В России сегодня вообще нет политической сатиры. Шутки, комедий-клаб и КВН тщательно цензурируются задолго до записи шоу. А юмористам куда важнее работать на «Газпром-медиа» и мелькать лицами в эфире ТНТ, чем оставаться людьми. Как там пел Фейс в саундтреке к фильму «Юморист»? Нам не выжить без смеха, как без русского мата. Мой отец КГБшник, моя мать с автоматом. Мои дети-солдаты карательных батальонов, мои братья-блюстители наших темных районов. Не соврал. Можно и правда брать в руки автомат и присоединяться к тикток-войскам Рамзана Кадырова. Без шуток. С остальными у Собурова как-то не вышло. Ну, в общем, про будущее сложно прогнозировать. Мне кажется, в ближайшем будущем ничего им не грозит, потому что даже если какая-то аудитория у них отвалится, там украинская и частично, может, какая-то небольшая часть российской, какая-то точно привалится. Опять-таки, я думаю, вы тоже следите. И в комментариях к всем вот этим видео, даже про Нурлана Собурова, очень много людей их поддерживают и очень много людей осуждает вообще вот какую-то предъяву к артистам, к творческим людям, что что-то от них хотят, что их почему-то втягивают в политику. Поэтому я думаю, что глобально ничего им не грозит. А дальнейшее зависит от судьбы, условно говоря, России, каким государством это будет. Будет ли там появиться ли там вообще институт репутации, кто будет там министром, не знаю, культуры, кто будет там министром телерадиовещания, будут ли какие-то негласные черные списки вот этих, как сказать, молчунов, будет ли какая-то там люстрация вообще. Поэтому сложно сказать. Я думаю, что они это тоже понимают. И в целом, ну, исходя из нашего предыдущего как бы исторического опыта, Россия прощает все людям. И ты можешь быть откровенным подлецом даже, не просто молчуном, а прям подлецом, и при этом иметь эфиры и корпоративы. Поэтому я думаю, что пока общество не поменяется, этим артистам ничего такого не грозит, никакое будущее у них не грозит. Ну, корпоративов не будет в Украине, но будет больше корпоративов в России.